Даже после легкой формы COVID-19 восстановление может затянуться. К слабости и одышке нередко добавляются нарушения пищеварения, выпадения волос, проблемы с кожей, бессонница и чувство тревоги. Врачи считают, что организм должен восстановиться сам через 2-3 месяца. Но так происходит не всегда. Слабость и небольшая температура могут сохраниться, даже если тест показал отрицательный результат. В COVID-19 госпитале после выписки, после соблюдения всех правил изоляции, иногда попадают к нам в отделение терапевтическое, где мы проводим реабилитационную работу, то есть обследуем больным, делаем спирометрию, проводим УЗИ, исследование компьютерной томографии, повторную. И проводим долечивание пациентов и пытаемся справиться с осложнениями данного заболевания. Потому что заболевание малоизученное, все пытаются что-то найти, но тем не менее пока имеются такие симптомы, как подъем температуры длительный после выписки стационара, после ликвидации основных тяжелых симптомов. Но тем не менее бывает 38 температура поднимается, в лучшем случае 37-37,1, что бывает чаще. Все эти пациенты, которые тяжело перенесли, нуждаются в дальнейшем в наблюдении у врачей, терапевтов, пульмонологов. Многие пациенты проходят терапию на дому под контролем участковых терапевтов, многие попадают к нам в стационар. Поэтому эти больные нуждаются в наблюдении, в динамическом, потому что мы должны знать, какие последствия развиваются. Это пневмофиброз, будет дыхательная недостаточность. Некоторые пациенты, которые тяжело пережили это заболевание, иногда у них сохраняется необходимость концентраторе в кислородном и поддержки кислородом. Иногда у человека формируется ложное убеждение о болезни, что это смертельно, неизлечимо, что организм после болезни будет разрушен. Когда у человека так называемое туннельное сознание, и он видит только катастрофу, то ему сложно сосредоточиться на лечении. Люди в таком состоянии могут отказываться выполнять предписания врача, принимать таблетки, ложиться на живот, дышать кислородом, принимать пищу, пить воду. Поэтому во время работы в больнице врачам приходится проводить с пациентами дополнительные беседы с целью развенчивания мифов о болезни и повышения мотивации на лечение, говорит Анжела Арчелия. Это все влияние самого вируса и самого заболевания, а не то, что там пациент вдруг стал вредным или тому подобное. Тяжелые заболевания, имеющие осложнения, всегда сказываются на центральной нервной системе. Врачи постоянно заходят к пациентам день не меньше трех-четырех раз. Это пациентам средней степени, даже если легким пациентам. А тяжелые пациенты, которые же в реанимации, находятся под неусыпным наблюдением и врачей, и медсестер. Коронавирусная инфекция, особенно если потребовалась госпитализация, может привести к большому количеству психологических проблем. Человека выдернули из привычной обстановки. Повсюду одинаковые люди в белых комбинзонах. Нельзя свободно передвигаться по отделению. Он целый день находится в замкнутом пространстве своей палаты и чувствует себя, как в тюрьме. На этом фоне начинаются панические атаки. Я не выберюсь отсюда, я не выживу, никто не знает, как мне помочь, потому что от вируса нет лекарства. Некоторые пациенты также переживают острое горе, если кто-то из близких умер от коронавирусной инфекции, и они узнают об этом в больнице. Или чувство вины. Я заразил, теперь все страдают из-за меня. Пациент, который до болезни был абсолютно спокойный, адекватный, уравновешенный, внезапно происходит изменение личности. То есть они начинают истерику у них, потому что заболевание пугает окружающих и его самого лично, потому что он слышит, что кто-то умер от этого заболевания. Поэтому понять пациентов можно, но не только в характере пациента, а в том, что этот вирус влияет на центральную нервную систему. Интенсивная реабилитация после коронавируса необходима каждому переболевшему вне зависимости от степени тяжести заболевания. Пациенты же, которые перенесли средне-тяжелую и тяжелые формы пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации. Это правда. Пока не существует волшебной таблетки, которая поможет быстро восстановиться после COVID-19. Поэтому лучше не болеть. Берегите себя.